Новое здание «Газпрома» будет представлять собой смелое сочетание современного дизайна и функциональности. Внушительные стеклянные фасады, инновационные инженерные системы и эргономичное пространство внутри создадут уникальное архитектурное решение. Также стоит отметить использование бионических форм в проекте. Здание оборудуют смарт-системами управления, энергоэффективными решениями для снижения нагрузки на окружающую среду, искусственным интеллектом для оптимизации рабочих процессов и комфортного пребывания сотрудников. Между двух геометрических башен почему-то появился переход в виде такого аморфной формы, я бы так сказал. То есть назвать эту архитектуру бионической лично я не решился бы. Она с элементами бионической архитектуры в виде вот этого перехода. То есть если бы весь ансамбль вот этих из трех башен был сделан в бионической форме, да, некой, то это один вопрос. А здесь, на мой взгляд, неудачное смешение двух стилей. А именно, наверное, бионики и назовем его хай-тек. При реализации и строительстве подобных крупных архитектурных проектов важно учитывать, как объект впишется в городскую среду. В историческом центре города преимущественно используются старинные формы. Новое здание строится в стиле хай-тек, что станет необычным акцентом. Именно поэтому оно вызывает противоречия у общественности. По словам экспертов, при проектировании здания использовались современные архитектурные методы со сложными формами, которые были выбраны исходя из функциональных и технических требований. Кроме того, архитектурные решения были определены также из-за ограниченных градостроительных условий, вызванных неправильной и сложной геометрией участка. В Казани была реализована башня «Лазурные небеса», «Небоскреб». Это все из этой же оперы, что была такая парадигма, что в центре города должны появляться небоскребы. Сейчас, конечно, от этого уже парадигма устарелая. Сейчас идет работа и действуют принципы по сохранению исторической среды, максимальной ее реабилитации, возрождению, в том числе осовремениванию, но более деликатными, более локальными способами, не влияя на ее разрушение своими крупными массами современной архитектуры. Стремление к гигантизму возникло еще в советское время. Желание построить больше небоскребов уже имеет устаревший характер. С теми же намерениями была построена башня «Лазурные небеса», которая возвышается на 120 метров. На данный момент дизайнеры стремятся к историческому сохранению среды и ее возрождению, не способствуя разрушению массами современной архитектуры. Это здание, в свою очередь, представляет собой достаточно упитанные башни, которые могут перекрыть визуальную перспективу на озеро с верхней террасы города, а также они станут новой высотной доминантной у Кабана. Елена Хугаева, Резидак Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова